итак сегодняшняя тема у нас про питание также может быть лайфхаки может быть какие-то интересные факты если вы что-то знали или не знали напишите мне об этом очень интересно знать про ваш опыт содержание таких красавчиков это большая улитка гектор он уже старенький ему уже годиков 5 поэтому как вы видите побелел старые улитки белеют и у него были травмы вот у него немножко лопнутый панцирь потом расскажу что я делала чтобы ему помочь сегодня у нас про питание и так что уже можно кушать улиткам конечно же овощи и фрукты начнем с фруктов почему-то в интернете кишет информация что там буквально три фрукта три овоща и больше ничем не кормите не кормите листьями салата они привыкнут не кормите часто огурцами они привыкнут слишком мягко для них потом никто не будет кушать морковку но это все конечно правда но все зависит от предпочтений вашей улитки кто-то любит кабачок кто-то огурец кто-то очень морковку любит или арбуз даже представляете арбуз мои улитки кушают арбуз и ничего все нормально с ними все живые начнем с простого это сезонные фрукты и ягоды и овощи поэтому кормить улитку можно круглый год разными разными овощами фруктами фрукты такие как яблоки абрикосы ананасы авокадо бананы груша земляника клубника вишня и что интересное даже виноград и дыня дыню я пробовала мои улитки дыню не кушают сюда бы я добавил арбуз который я пробовала что они точно кушают абрикос они очень любят понятно яблочко но не все улитки кушают яблочко банан тоже я бы не сказала что они кушают но опять же у каждой улитки свои предпочтения поэтому яблоки зимой всегда есть у каждого дома из овощей самая стандартная это тыква кабачок брокколи даже грибочки шампиньоны салат огурец скажу честно грибы я еще не пробовала на удивление как-то всегда хватало нам тыквы и кабачка люди пишут что ой мы всю зиму морозим для них тыкву зачем ее морозить она всегда есть в магазине недорогая не ну конечно ее можно тереть на терочке поморозить маленькими брусочками и потом только размораживать и выдавать им сверху подсыпая конечно кальций смесью какой-нибудь на ваше усмотрение можно сделать самим не обязательно покупать все зависит от того как они у вас любят кушать некоторые с кальций смесью любят некоторые вот в чистом виде кушают так бабы горох конечно я не пробовала но это не у каждого дома такое и есть если честно и самое интересное что летом их можно кормить подорожником они очень любят подорожник его нужно собрать помыть высушить обязательно но подсушить чтобы он был не мокрый не влажный не обязательно его покушают а также любую травку муравку с парка с леса можно пробовать такие как цветки бузины клевер одуванчик подорожник тысячелистник вот и фруктовые листики с деревьев обязательно можно пробовать все с улитками будет нормально но обязательно перед этим их помыть посушить чуть-чуть и выдать мой лайфхак такой что я морожу им подорожник то есть летом я его собираю мою и листики замораживаю а потом просто им как лакомство выдаю отлично они его кушают в размороженном виде сверху посыпать кальций смесью и вообще будет супер не забываем что соль их убивает поэтому ножик всегда моем не пробуем экспериментировать с кальций смесью всех все понятно а знаете ли вы про сухой корм для улиток интересно что такое сухой корм это смесь например из из вариантов овсяные хлопья мешаем с гречкой семена льна семена тыквы и яичная скорлупа все один к одному перебиваем их в кофемолке и у нас получается сухой корм мы его также добавляем на овощи и фрукты сверху через день таких вариантов сухих кормов очень много если у вас нет семян тыквы как у меня например нет я их не добавляю конечно также можно делать рис кукурузная крупа гречка опять же яичная скорлупа если хотите сразу чтоб и гомарус это мальки маленькие тоже улитки с удовольствием все съедят вот точно знаю пробовала очень любят гречку следующее это может быть из интересного у всех есть овсяные хлопья семена кунжута кунжут это кальций почему нет семена льна ромашка аптечная перемешали взбили на кофемолке перемололи и супер ваша улитка никогда не будет голодной даже если она кушает кабачок много раз в неделю он всегда будет для нее разный вот это было очень для меня интересным фактом когда я нашла это и попробовала поэтому не забываем что у нас есть еще буряк из обычного они любят буряк даже отварной если морковка и буряк не получается накормить улиток свежей попробуйте и отварить тогда все получится далее мы обсудим про экзотические продукты питания освещения окarано enable